Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Кто впервые меня смотрит, я делаю сигналы на прибыльные входы в точные сделки, в разворотные точки, где цена разворачивается, определяю сигналы, я их показываю в виде таких вот бирюзовых квадратиков на экране. Вот это позволяет мне входить с вероятностью практически 100%, и это как бы не шутка, на прошлой неделе все сигналы, которые я давал, везде, где цена дошла до моих сигналов, все 100% отработали в плюс, поэтому не пропускайте видео, переходите по ссылке в описании, там ссылка на мой канал, там также я делаю выпуски по понедельникам, и чтобы не пропускать, ставьте колокольчик. Досмотрите, кстати, видео до конца, там я покажу экономические события, на которых можно заработать. Ну а сейчас перейдем к аналитике. Евро-доллар движется вниз к линии поддержки, поэтому в районе цены 1.12.88 можно будет размещать ордера на покупку. Также вверху остался уровень сопротивления, в районе цены 1.14.84 будем продавать. Британский фунт стерлингов, значит, также имеет уровень поддержки и сопротивления, значит, в районе цены 1.36.40 можно будет вставить ордера на продажу. Также в районе цены 1.35.30 на текущий момент можно вставить ордера на покупку. Доллар-канадец движется вверх к уровню сопротивления. Если в понедельник откроется рынок и уже будет около этого уровня, ну тогда уже, извините, я просто записываю сигналы в воскресенье. Вот, посмотрим, как откроется в понедельник. Вот, если цена еще не будет уровня сопротивления, то смело ставьте ордер на продажу, будет неплохой сигнал. Это будет цена 1.27.75. Также внизу очень хороший уровень поддержки остался, если цена вернется вниз, будем покупать от уровня цены 1.26.85. Австралийский доллар очень хорошо на прошлой неделе отработал себя. Также сейчас цена ушла вниз, и это значит, что уровень сопротивления все еще работает. Поэтому размещаем ордера на продажу от уровня цены 0.72.22. Уровень поддержки внизу очень хороший тоже, поэтому покупаем от уровня 0.71.21. Кто любит японскую иену, единственный уровень сопротивления, который я вот нашел, это вот более-менее хорошие силы. Вот такой, как вы видите, на экране. Значит, продаем от уровня 115.395. Пока что больше я не нашел хороший сигнал. Доллар-франк также имеет у нас хороший уровень сопротивления и поддержки. Значит, если пойдем наверх, продаем от уровня 0.93.30, покупаем от уровня 0.90.97. Гевро-австралийский доллар также близится к уровню поддержки. Вполне возможно, что в понедельник уже окажется около него. Но если еще будет в свободном полете, да, вот здесь, в этой зоне, то, значит, размещаем ордера на покупку от уровня 1.56.85 и ордера на продажу от уровня 1.61.89. Туда, конечно, не скоро он придет, но, тем не менее, вполне возможно, видите, на прошлой неделе, на позапрошлой вообще были очень динамичные движения, поэтому, может, он и добежит на этой неделе до уровня сопротивления. Евро-иена движется вниз, значит, внизу у нас хороший уровень поддержки, от уровня 128.965 покупаем, от уровня 133.034 продаем. Золото. Золото очень хорошо слушается, на прошлой неделе отработало все сигналы мои. Также мы видим, что классический выход из треугольника произошел наверх, то есть выход, потом возврат, тестирование и дальше цена пошла. Поэтому вполне возможно, что цена золота пойдет вверх. Единственное, что ее сдерживает на пути вверх, это вот такой вот формальный уровень сопротивления в районе цены 1914 можно краткосрочно продать, но учтите, что это слабый уровень, потому что основан всего лишь на одном максимуме. Об этом на курсе я более подробно рассказываю. Если все-таки вернемся назад, то еще раз отработаем уровень поддержки зеркальный в районе цены 1852, а также внизу еще уровень поддержки классический 1802 цена. Вот здесь можно покупать. Индекс DAX немецкий отработал на прошлой неделе. Отлично уровень сопротивления, шикарно просто. И очень хорошо ушел вниз, поэтому скорее всего мы пойдем еще раз вверх. Ну, не еще раз, скорее всего, а если пойдем вверх, то от уровня сопротивления мы можем ставить ордера на продажу. Цена 15456. S&P 500. Интересная картина. Было сильное движение вниз, потом коррекция. Сейчас опять он все-таки движется вниз. Если вот это вот инерционное движение пойдет дальше вниз, скорее всего, оно пробьет. Но перед пробитием очень вероятно вот здесь вот будет отскок от уровня поддержки в районе цены 4221. Вот, будьте внимательны. Ну и закончим нефтью. Нефть очень интересная тенденция наблюдается. Значит, сейчас после сильного роста пошла коррекция вниз. Если она продолжится вниз, коррекция, то в районе, значит, цены 8649 и 8388 здесь будут зеркальные уровни поддержки. И вполне возможно от них цена отобьется вверх. Так же, как это было и в прошлый раз. Если мы обратим внимание, в прошлый раз после каждого пробития максимума цена, возвращаясь, очень хорошо отбивалась от зеркального уровня. И в предыдущий раз было то же самое. Поэтому тенденция возможно сохранится и здесь будут хорошие уровни отскока. Это для тех, кто краткосрочно скальпингом торгует. А кто долгосрочно, ну для них можно с коротким стопом войти в долгосрочную позицию на покупку нефти. К тому же она, скорее всего, будет все-таки дорожать. Вот такие вот у меня сигналы. Давайте посмотрим календарь. В понедельник тут выходные сплошные, ничего не будет такого интересного. Ну, за исключением базовой кредитной ставки китайского банка. Вот во вторник тишина. В среду тоже, значит, есть выходные в Японии, но... Ну и в России тоже. Но будет решение процентной ставки в Новой Зеландии. Будет повышение ставки на 0,25 пунктов. Поэтому, скорее всего, ждем укрепления новозеландского доллара. Хорошая новость. Запишите себе в календарик. В четверг выступление главы банка Англии и Бейли. Также ВВП по Америке. Ну и в пятницу вот ВВП Германии. Пожалуй, все особых... Ну, ДЦБ опять выступает. Но они что-то зачастили в последнее время. Я думаю, это сглаживает полотенценность. Вот такие вот рекомендации по сделкам. Еще раз всем успешной торговой недели. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok